Военные формы царской армии конца 19 века. Песни и марши той же эпохи. На один вечер самарская публика окунулась в культурные традиции горожан времен российского императора Александра Третьего. Это стало возможным благодаря популярным концертным вечерам военного духового оркестра гвардейской Александрийской бригады под управлением дирижера Вячеслава Варушилова. В репертуаре популярные марши, вокальные, танцевальные номера и новые или хорошо забытые старые произведения. Концерты проходят легко, делятся впечатлениями маэстро. Так зовут дирижера знакомые. Публика принимает духовую военную музыку на ура. Как говорится, это пошло, играть одну и ту же программу. Конечно же, мы добавляем, конечно же, мы расширяем. Есть те произведения, которые у нас звучат постоянно. Это правильная такая работа. Это необходимо делать каждому творческому коллективу. У нас ежедневные построения бригады, прохождение торжественным маршем, все воинские ритуалы. И поэтому нам это легко играть. Мы это понимаем, мы это знаем и доносим так, как хотел донести это композитор. Третий сезон проекта «Летние вечера духовой музыки» проходит дважды в месяц около окружного дома офицеров. Марши «Привет музыкантам» и «Герои Шибки» – это основа любого концерта. А в этот вечер военные решили немного похулиганить и исполнили гусарскую песенку. «А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали, и в котонки взяв харчи, уходили усачи». Из новинок военного духового оркестра – произведение Матвея Блантера. «Это классическая инструментальная музыка, военная музыка, оркестровая музыка, которая звучит мелодично, которая, ну она плывет, как наша Волга, вот эта музыка плывет сейчас по нашим летним улицам. У нас зрители очень любят танцевать под эту музыку, всегда душевно». Серафима Александровна Клемешина из своих почти 90 лет 20 ходит на вечера духовой музыки Самарского военного оркестра. Здесь она не только слушает классическую музыку, но и любит двигаться с подругами под зажигательные ритмы. «Мы все время танцуем, поем, играем. Мы с ней фокстрот пляшем вообще, нет фокстрот за танго. Мы за духовым бегаем, по паркам, как узнаем, где духовой, туда бежим. Нравится нам духовой, конечно». Военный духовой оркестр под управлением Варушилова – постоянный участник парадов Победы и 7 ноября. Однако дожидаться этих масштабных мероприятий не стоит. Заключительный сводный концерт под открытым небом пройдет 25 августа, а уже с сентября концерты духовой музыки будут проходить в окружном доме офицеров. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.